Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге виктан.инфо И сегодня в рубрике «Вопрос-ответ» отвечаю на вопрос, заданный в Ютубе под ником Ростислав Ребят, давайте зачитаю сам вопрос, потому что вопрос очень большой Тут даже не вопрос, а целая жизненная история И как по мне, считаю, что реально будет интересно многим послушать Так, Ростислав пишет Уважаемый виктан, я еще с детства, с шестого класса влюблен в одноклассницу Я никогда не отводил от нее глаз Похоже, тогда мы оба нравились друг другу Но между нами ничего не было Потом я перешел в другую школу Но постоянно думал только о той однокласснице Потом тяжелая психическая болезнь Внимание, тяжелая психическая болезнь И все, кроме поэзии, я ничего не умею У меня никогда не было девушки Я считаю во всем виновату ту одноклассницу Она не стала моей И я после этого возненавидел всех Сейчас ей и мне 33 года У нее двое детей Я встретил ее, она посмотрела мне в глаза И как будто в тело вселился сатана Я рыдал, плакал Написал кучу стихов, где унизил ее сильно Что у нее было море мужчин Потом написал проклятие ей И ее роду до диетого колена Чтобы весь ее род мучился, как я И чтобы ее потомки не знали любви А потом познали любовь и страдали, как я Написал, что это проклятие нельзя отменить И выложил в интернет Но мне и этого недостаточно Я хотел сделать так, чтобы ее муж покинул ее Потом хотел покончить с жизнью в православном храме Который устроится в моем селе Моя любовь это безумие богов Как мне ее забыть? Как убрать эту привязанность? И где мой ангел-хранитель? Моя жизнь без нее невыносима Я ее страшно люблю и страшно ненавижу И так долго продолжается Она замужем, а я простой писатель Я считаю, что я до сих пор одинок из-за нее А я романтичный и влюбчивый Виктор, что мне делать? Ну, Ростислав, я буду честен И отвечать буду честно на ваш вопрос Сомневаюсь, что вам понравится мой ответ Но, увы, я привык так Я не привык льстить Я не привык говорить неправду Буду говорить так, как я думаю На панацею я не рассчитываю Не надеюсь Для того, чтобы сделать жесткое и четкое заключение А мне надо знать побольше фактов А сейчас я могу только набросать Некоторые разные варианты развития событий Итак, ввиду того, что вы шестого класса Были влюблены в одноклассницу Что в шестом классе происходит? Первая любовь Она достаточно сильная Которую мы помним всю оставшуюся жизнь Она подпитывается еще гормонами Половыми гормонами Происходит определенная химия тела Людей, естественно, штырит Людей, детей Я бы так даже сказал Штырит, как говорится, уже не по-детски Извините за такое слово Но по-другому никак нельзя, наверное, назвать Большое сильное половое облечение В лечении в шестом классе уже у мальчиков Выявляется половой гормон, как тестостерон Уже на лобке волосы растут На ногах волосы растут Бывает у некоторых даже уже чуть-чуть на подбородке Тоже волосы растут Это говорит о том, что уже тестостерон У некоторых может больше его зашкаливать У некоторых появляются прыщики на лице Как в народе называют хотенчики Это переизбытка тестостерона Но это самое начало-начал Влюбчивость, арекция, врачные полюции Все это как раз с начала шестого класса У кого-то раньше, кто-то раньше возрослеет Кто-то чуть позже Но примерно это этот возраст Поэтому ваше вовлечение и желание в влюбленность Она подкрепляется еще конкретным химическим воздействием Внутри вашего организма Естественно, идет переходный возраст Формирование личностного я И каждый человек, каждый ребенок Это по-разному переносит, переживает Но это у каждого происходит Вы пишете, похоже мы оба нравились друг другу Ну, значит, вам показалось или не показалось Может это действительно реально Она как бы вам дала какую-то ответную реакцию В основном это барышни могут нафантазировать Там мужчине стоит только улыбнуться Посмотреть или подмигнуть Или сказать комплимент А он на самом деле еще вообще ничего не подумал о ней А она уже, как говорится И дом построили вместе И родила троих детей И мебель уже растаяла И уже цветочки поливает в этом доме А он мог подмигнуть, улыбнуться Или там по попке шлепнуть И сказать О, какие там булочки И пройти мимо А она уже все Я же вам говорю Она уже даже не то, что детей совместных имеет Она уже даже Уже детей вырастила Уже цветочки поливает И ему там блинчики печет То, что между вами ничего не было Это очень даже хорошо На самом деле Могли бы искалечить еще Ей физиологически жизнь Просто первого своего полового партнера Как правило Помнят все В особенности девочки А тихим благим матом Ну, лично я бы не хотел, чтобы меня вспоминали Поэтому Первый опыт Я считаю Мужчина уже должен более-менее опытный быть В этом деле Чтобы не причинить Ни морального Ни физического Ущерба Ну, травмы, скажем так Так, потом вы перешли в другую школу Постоянно думал Только о этой однокласснице Естественно Это Вы не будете помнить Всего старшуюся жизнь И вот тут самое главное Потом тяжелая психическая болезнь Психологическая, скорее всего Психическая Психическая Смотрите Если вы пришли в эту жизнь С пером И с тетрадкой То есть С рюкзаком Предрасположенной Каким-либо занятием по жизни И если у вас есть талант Как говорится За талант Надо заплатить Да Талантливые люди В личной жизни В основном Несчастные Может выстроиться так Событийный ряд Для того, чтобы Если талантливый человек Его могут сделать Абсолютно несчастным Для того, чтобы он написал Какие-то Действительно Поэмы К примеру У вас может быть Поэма О несчастной любви Этапы Про проклятие Это очень даже Может быть Переходной этап В вашем случае То есть Вы Должны пройти Несколько этапов Для того, чтобы написать Какой-то бестселлер Может быть так Я предполагаю Это не говорит о том Что Сто процентов Я не делал просмотр Вашей жизни Я не Смотрел Ваш фантом Поэтому Я предполагаю Поэтому Я же вам Сказал сразу Что буду Рассказывать Разные варианты Развития событий И дальше Вы пишите И все Кроме поэзии Я ничего не умею У меня никогда Не было девушки То есть Я понимаю Что вы девственник Ну кроме половой ориентации Правша или левша Понимаете Да Ну я Чуть шутку перевел Такую Это как Подходит Один мужчина К другому Говорит Какая у тебя Половая ориентация Он говорит Я правша Ну в данном случае Наверное Не смешно Ну Я так Скажем так Политкорректно Отвечаю На вашу строчку В котором вы Описали Что никогда Не было девушки Я считаю Во всем виноватую Ту одноклассницу Она не стала моей Если вы Родились В 1990 году Ну Это не сложно Посчитать Сейчас 23 год И вам 33 года Значит В 90 году То есть Вы воспитывались В 90-х Это еще В принципе Советский Союз Распад И все остальное Вы еще должны Впитать Был и тот этнос Там где И она тоже В том числе Там где девушку Должны добиваться Сейчас Ну я скажу К сожалению Почему Потому что Я считаю Что мужчины Должны охотиться На женщин Ну как охотиться Это самец Правильно Это охотник Я понимаю Самец Это охотник А сейчас Реалии жизни Таковы Что барышни Охотятся За мужиками За мужчинами И знаете Как бы Не прикольно Это было Вроде бы Как бы Фу Зачем напрягаться И все остальное Можно булки Расслабить На самом деле Ничего хорошего В этом нет Мы теряем хватку Мы Волка Как говорится Ноги Кормят А мы Получается Ну расслабляемся Что ли И становимся Жертвой То есть На нас уже Охотиться Понимаете Раньше мы были Охотниками И делали свой выбор А теперь на нас Охотиться С одной стороны Конечно Ну прикольно С другой стороны Да ничего хорошего В этом нет По идее Вы должны были Добиваться Ее Вы должны были Привлекать Ее внимание И как-то Как говорится Как любой Самец Как павлин Там хвост Павлином Расставлять Или там танцы С бубном Танцевать Или еще что-либо Делать Но вы Этого не делали Вы что Ждали Чтобы Ну как бы По течению Ее прибило К вашему берегу Или что Она как-то Как знаете Как то что Течет по речке Там сверху Да То что не тонет Прибило Вашу родную гавань На что вы Рассчитывали Я честно говоря Не понимаю Тем более вы Рождены были В девяностом году Я так понимаю И то что вы Считаете Во всем Виноватую Одноклассницу Это тоже плохо Это говорит о том Что вы не повысили Свою доминантность До нужного уровня А такого Как Действительно Подобавит Мужчине Что такое Доминантность Доминантность Когда человек Уверен в себе Когда он добивается Своего Когда он идет К намеченной цели Повышает Свою самооценку И заявляет В том числе Жизни О своих намерениях Самый легкий путь На доминирование Это Легкое Или сильное Унижение Других Но в основном Выбирают себе Слабого соперника Для того Чтобы повысить Свою уровень Доминантность Вы взяли Обвинили ее А в чем Вы тут Даже в своем Длинном письме Вы не описали В чем она Вам она отказала Она А с вами Куда-то не пошла Она вас Игнорировала И все остальное Но у вас Случилась тяжелая Психическая болезнь С чем это связано Ну Вы не Не описывайте Что тяжелая Психическая болезнь Произошла Именно Из-за этого Случа Какой случай Чтобы вы перешли В другую школу Чтобы вы Территориально С ней Расстались В чем В чем ее вина Даже вы пишете И все кроме поэзии Я ничего не умею Все Это Вот эта срочка Меня навлекла Она мысль Что может Вы действительно Талантлив Знаете Чудо ли не как Ван Гог Который Ну вот Когда мне спрашивают Ван Гог Был великим человеком Если честно Я вам отвечу Ван Гог Ну Лично я считаю Что шизофреник И неудачник Объясню почему Да Его картины Стоят Миллионы долларов Но я считаю Что он Шизофреник И неудачник Но у него Выстроился Так событийный ряд Чтобы Жизнь его Привела К тому Что он дошел До того Что отрезал Себе ухо И нарисовал Автопортрет Но он умер В нищете Ничего не имея Не имея Ни любви Ни жены Ничего Понимаете А настоящий Талантливый человек Это тот Кто его Смог раскрутить И продать его Картину Вот скажите Малевич Который нарисовал Черный квадратик Разве Вы не умеете Нарисовать Черный квадратик Сумеете А вот Продать его За несколько Миллионов долларов Вы сумеете Нет Так кто талант Понимаете Картину Нарисовать Не рождается И так далее И тому подобное То есть Есть предназначение Есть Предположенность К какому-либо Виду деятельности Поэтому Я к чему Рыду Если вы пришли В этой жизни Писателем Ну значит Вам может быть Сама жизнь Так выстроила И не надо Никого винить Сейчас Ей и мне 33 года У нее двое детей Слава Богу Дай Бог Чтобы у девушки Жизнь удалась И у нее Двое деток Я встретил ее Она посмотрела Мне в глаза Ну конечно Она встретила Одноклассника Смотрите Если она вам Свободно Смотрит в глаза То она Значит Не испытывает Какое-либо Чувство вины Она вас Встретила Посмотрела В глаза И как нормальные Люди Улыбнулась К сожалению В постсоветском Пространстве Мы все Не улыбчивые Мы все Какие-то Не улыбчивые Вот знаете Вот Будучи Допустим Я бывал Сколько раз В Америке Я работал Да Вот идешь Если человек Прилично Одетый И не улыбчивый И смотрит Из-под лоба Все Это Из постсоветского Пространства Я серьезно говорю Да Говорят Что Допустим За границей Улыбается На игры На все остальное Ну знаете Ну хоть улыбка Но не отталкивает А тут Наши люди идут И такое ощущение Что абсолютно Весь мир им должен Ну вот должен им всегда Вот и все должны Они первый раз подходят Вот приходят На кассу К продавцу Должны Продавщица Смотрит на покупателя Должен Куда б ты не пришел Ты должен Приходишь к чиновнику Ты должен А ты смотришь на чиновника Он тебе должен И мы все должны Как земля колхоза А колхоз земли Ничего Да Ну примерно вот так И как будто в тело Вселился сатана Почему Почему в сатана Просто вы Вывернулись Свою психосоматику Наизнательку Психа Это психология Соматика Это тело То есть Опять прошла Химия вашего тела И вас опять Начала колбасить По полной Дальше вы ее Описываете Я рыдал Плакал Написал кучу стихов Деонизил ее сильно Вы не признали Свои ошибки Вы не признали Свою беспомощность Ну я понимаю вас Очень сложно Винить другого Вернее себя Во всех грехах Легче всего Перебросить Вину на другого человека Обвинить Но вы Ни с грамма Не обмолвились В чем Она виновата В чем В том что Она не вышла Замуж За вас То есть Ей надо было Когда вы перешли Из другой школы Вернее Из той школы В другую Ей надо было Побежать в ту школу Тоже за вами Или Вас встречать И носить вам Портфель Со школы Или Делать за вас Домашние задания Или После школы Вам печь Блинчики Или ходить В психбольницу Ну раз Психологическая Тяжелая болезнь В чем ее вина В том что Вы не подошли Под ее критерий Отбора Мужчины Вообще Это у мужчины У мужчин В основном Один критерий Отбора Женщины Это Трахну Или не Трахну А у женщины Два критерия Отбора И вот Мужики Дураки Когда говорят О бабы Материальные Им только одного Надо Только денег И все остальное Да просто У женщин Два критерия Отбора Это первый Альфа-самец Это не только В постели Вот как многие Думают А чтоб там Стоял Нет Это не только Постель Альфа-самец Это иногда Кулачком по столу Там не сказать Нет Это так не будет Но конечно Не бить Это не говорит о том Что нельзя Но мужчина Должен Показывать Свой характер А не бесхребетный Бесхребетных Женщина Быстро засовывает Под плинтус И самое главное Никогда Оттуда Его не достает Никогда И второй Это кормились А как иначе Мамонта Кто-то же должен Носить в пещеру Правильно То есть В хату Кто-то В жилье Кто-то должен Приносить Еду Ресурс И так далее И тому подобное А как иначе А шо Я не понимаю Многие там Пишут А вот она Такая А ты не знал Так это не ее проблема Это твоя проблема Что ты не знал Что она Материально зависит Мы все Материально зависимы Но Женщина это ждет От мужчины Это заложено Генетически И вы написали Что у нее Было море мужчин Класс Понимаете Вы обвинили Человека А вы уверены Что у нее Было море мужчин А может океан А че это вы Море Ограничились А че не океан Почему не тихий К примеру Океан А че море Какое море Ну А было уже до конца Может речушка Может озерцо А может всего один Ручеек то был Если уже так сравнивать Ну а шо Вы сидели Считали Или как Вы следили Вы нанимали Частного сыщика Или вы считаете Что с кем она С взглядом Пересеклась Это уже ее мужчина Ну если честно говоря Вот это вот Вообще Недостойно У мужчины То что вы написали Я еще могу понять Что вы написали Там проклятие Это Но я терпеть не могу Когда мужчины Рассказывают языком Сколько у кого было Мужчин там Про женщин Я так помню В 91 году Я еще был пацаном Пришел с армии Ладно Расскажу Все же требуют Чтобы были длинные выпуски Расскажу там Историю С собственной жизни Это не будет Короткий выпуск Пришел Я тогда в гараж Я ушел Перед армией Зам начальника цеха Но это отдельная история Это небывалый был случай Это был уникальный случай Я ушел в армию У меня в трудовой Стоит зам начальника цеха Представляете Заместитель начальника цеха Даже могу сказать Завода автоагрегат В городе Одессе И прихожу с армией Уже все разваливается Это же 90 Конец Да Конец 91 считаю Вот Пришел Все разваливается И что Я иду в автобазу Устраиваться водителем И В автобазе Работают в основном Одни мужчины Водители Естественно И была медсестра Медсестру Дай бог ей здоровья Хорошая женщина Алина Помню Алина Петровна Даже Даже вот так И естественно Белый халатик Представляете Стоят мужики Это где-то Пол восьмого утра Стоит толпа мужиков Человек 12 Я подхожу в эту толпу Такой круг стоит мужчин И там Такой был Ловелас Леша И вот он Рассказывает И все его слушают И тут проходит Алина Там с медпункта Это Алина Петровна Идет Я не помню В диспетчерскую Или куда Она же проверяла Выдавала путевки И ставила штампик Что там Трезвый водить Дыши Не дыши В этот стакан Получается Она проходит И этот Леша Там рассказывал Какой-то анекдот Это перед выездом И тут рассказывает Что ее там Эту Алину Петровну Вдоль и в поперек И вверх И в зад И вниз И с раком Боком И с подскоком И короче Везде и все Я на тот момент Если честно говоря Был самым молодым И я Не имел особого права Голоса Я только устроился И эта толпа Вот тогда я еще Обратил внимание И эта толпа Вся поддакивала Стояла Да И ума там Да Вы представляете Вся толпа Стоит И говорит Согласно Поддакивает Этому Алексею А я Я не знаю Откуда у меня взялось Я Я сам от себя Оторопел Я так В нецензурную Браню Ну как Ну словом Я поворачиваюсь К нему И говорю Леша Конкретно Ты ее Ну Понятно Не хочу выражаться Ютуб еще заблокирует Видео И так у меня Штук 60 Или 70 Видео Поудалились И самое интересное Что сам И самое интересное Что хорошие Видео Поудаляли И он такой Я Я нет Я говорю Так какого И ты Понятно Да А он такой Раз И замолчала А сказать то Нечего И самое Вот Что мне понравилось Я потом сделал анализ Мне как понравилось Я Я был шокирован Этим И эта толпа Которая Только что Его поддерживала Чуть ли не Рука плескала Повернулась Ко мне Говорит А молодой Правду Говорит Леша Ну ты действительно Ты контролировал Бый свой разговор И эта толпа Тут же Перекинулся На него С осуждением Мне так стало Не по себе Но я только Пришел И Ну так Высказался И я Я просто Покинул К чему я веду К тому Что я ненавижу Когда мужчины Обвиняют Женщины Это Вот я ненавижу Когда муж Льет грязь На женщину Я вообще Ненавижу Когда ссоры Из избы Выносятся И ненавижу Когда там Рассказывают И плачут Сопли Льют Какая там Жена Какая плохая Ладно Еще Женщины Ладно Они там Могут Сплакнуть Пожалиться Посопливиться Как говорится Еще слезы Сопли Губная помада Все у них там Течет Везде течет Они всклипывают Хают своих мужей Но какого-то хрена Они с ними живут Вот непонятно Чего ж тогда Вот если он херовый Ну возьми Уйди Блин Ну чего ты Тогда И его И себя мучаешь Нет Не уходит Ну значит Что-то есть Ну когда мужик Ну это ж твой выбор Блин Это ж твой выбор Ты ж ее выбрал Или она тебя выбрала Может ты вообще Не какашечка Что тебя выбрала Женщина На себя Женила она сильно И ты ее Просто вещь Ну Так какого хера Ты тогда стоишь И На 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 женщину На бабу На женщину Кому как бы Боже нравится Наливаешь Я Я вот Не понимаю Этого Поэтому я Вот такие вот вещи Я терпеть не могу Вы извините Ну я говорю Честно И откровенно Вот как никогда Потом написал Проклятие Ну это вы Плохо сделали Конечно Сейчас будем Разбираться И проклятие И ее роду До девятого Колена Счиславия у вас Не мало Я вам хочу сказать Почему Вы ее До девятого Лупанули По христианской Мифологии Бог до седьмого Лупашил Насколько жестокий Да Но вы даже Бога переплюнули Поехали дальше Чтобы весь ее род Мучился Как я А в чем Мучение То что вы Недопрошли Свой путь Недосилили его Недостучались Или вы все Хотите Чтоб этот род Был психологический Да За что Вот я не могу Понять Вот смотрите Вы написали Большое письмо Но я ненавижу Я не увидел Не вижу я тут За что Вот в чем Ее вина Я ни одной строчки Даже буквы Не вижу В чем ее вина И чтобы ее Потомки Не знали любви Вы знаете Не знали любви Ну по сути Я всегда говорил Любовь Это боль Это боль Ну по сути Вы сейчас Пожелали Чтобы ее потомки Не знали Боли А потом Познали любовь И страдали Как я А вот тут Уже конечно Я так понимаю Вас бы даже Из гестапо Выгнали За жестокое Обращение С людьми Шутка конечно Но в этой шутке Есть Естественно Смысл Написал Что это проклятие Нельзя отменить И выложил В интернет Вот это Вы плохо сделали На самом деле Когда Выкладываешь В интернет Какую-то вещь Ее подпитывают Энергетикой Но за Содеянное Придется ответить Тем более Если без вина Просто Без вины Виноватого Сделали Но это 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 очень плохо И Ничего хорошего Вы на себя Не навлекли Но мне И этого Недостаточно Я хотел сделать Так Чтобы ее муж Ее покинул Ну и хорошо Вот ее муж Покинул Осталось Двое детей Это вам бы Добавило Счастье Она вам Изменила Она вам Обещала Что Ну вот В чем Сладострастие Что вы Несчастные Она несчастная И плюс еще Двое детей Несчастных И до девятого Колена Все несчастные То есть Смотрите Я считаю Что задача Человека Сделать Этот мир Лучше Красивее Чище Но как-то Цивильнее Что ли А зачем Живу Всех Уничтожать То есть Ну реально Вы На низкоэгрегорных Сущностях Сидите И они Вы корм Вы донор Вы просто Донор Вас разрывает Вас разрывают Там бесы Вас разрывают Черти Вы просто Донор Вы всю свою жизнь Просто тратите На низкоэгрегорные Группы Поехали дальше Потом Хотел покончить Жизнь В православном Храй Это говорит о том Что вам уже Насылали Суицидные Мысли Для чего Для того Чтобы получить Пир Это Низкоэгрегорные Сущи А просто Рвут вас На счастье И когда уже Энергетики Не хватает Появляются Суицидальные Мысли Так Дальше Которые строятся В моем селе Моя Любовь Это безумие Богов Нет Это не безумие Богов Это Ваше Безумие Без Ума Так оно и переводится Безумие Как мне ее забыть Вы ее не забудете Вы уже больше Пол жизни Ну может Еще не пол жизни Дай Бог вам здоровья Я надеюсь Что Вы выйдете С этого состояния Вы ее не забудете Никогда Невозможно Половину Скажем так Жизнь Просто так взять И забыть Ее можно заменить То есть Тем более Мужчина Это все Жизнь Ребенок А ребенок Ну чем Как забывая Старую игрушку Выбрать новую Как убрать Эту привязанность Эту привязку Вы сами сделали Сейчас поговорим Об этом И где мой Ангел-хранитель Ангел-хранитель Рядом с вами Если бы Его не было То вы бы Давным-давно Покончили бы Жизнь С самоубийством Может быть Я тот человек Который Я вас не собираю Жалеть Вам надо Не жалеть Вас надо Не жалеть Вас надо Просто взять Строгий ошейник Налупить И направить В нужное русло И очень жестко Налупить Как Когда вы будете Поворачивать не туда И когда вы будете Огрызаться С вами надо Очень жестко Жалеть вас Бестолку Слить сопли Обнимать Гладить вас По головке И сочувствовать Никаким Случа Нельзя Вас надо Брать Ежовые рукавицы И просто Направлять Вы будете Скулить Выть Бетон Может быть И грызть Как говорится Но Должен быть Толк Понимаете В зале Когда в спортзал Ходят люди Там их Никто не жалеет Там должен быть Тренер С нагайкой Иначе Чемпион С тебя не получится А Нафиг Тот тренер Нужен Который будет Обнимать Целовать И говорит Ну Все 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 Не надо Рвать мышцы На сегодня Хватит Все Толку не будет Поэтому с вами Надо очень жестко Поступать Я ее страшно Люблю И страшно Ненавижу Ну От любви До ненависти И обратного Вы же понимаете И так долго Продолжает И так долго Продолжается Она замужем А я Простой писатель Я считаю Что я до сих пор Одинок Из-за нее А я Романтический Влюбчивый Виктор Что мне делать В чем вы Влюбчивый Что вы Вляпались Один раз И до сих пор А где вы Влюбчивый Романтический Да Может быть Ну Понимаете Романтика Хорошо Но когда Жрать Нечего В хате Знаете Вот Есть поговорка С милым Рай в шалаше Если он На парше Понимаете Рано или поздно Голод Побеждает Любовь Я вам Серьезно Говорю Ну Реально Побеждает Быть Это такая Вещь Которая Понимаете Это как Вода Камень Точит Быть Это как Вода Камень Это ваша Может быть Внутренний Стержень Ну В конечном Итоге Вода Может победить Не может А точно Победит Камень Поэтому Вам надо Менять Отпустите Ее Нафига Она вам Надо Может Живет Человек Счастливой Жизнью Вы ее Уже Не Отчисливите Никак Никогда И сами Станете Всю жизнь Несчастны Вы должны Понимать Что это Камень Вашего Преткновения Преступились Превратите Действительно В свою Психологию Как камень Через который Вы Спотыкнулись Пойдите Дальше Блин Откройте Себе Жизни Получите То что Вам Не хватает Найдите Себе Другого Человека Единственное Что в этом Случае Может быть Вдруг Тогда Когда Вы Психологически Переболели Может Что-то Послучило Послужило Причиной Возможно Такое Что вы Были Где-то На похоронах Ступили В какую-то Мертвую Воду Может Вас Сделали Обряд Может Кто-то Делал Вашим Родителям Тут Тут Могут Быть Масса Эзотерических Моментов Могут Быть Так же И психологические Но Так или Иначе То что Вы Сейчас Являетесь Кормом Для Низкоэгрегорных Сущностей Это Ну Это Вот Тут Я могу Дать Гаратию Это Как Говорится Значит Четко Даю Рекомендации Первое Это Провериться Нету Ли На вас Каких-либо Некротических Привязок Нету Магических Либо Установок Кодировок И так далее И тому подобное Это важно Если этого Нет То надо Тогда Заниматься Психологией Если это Есть То надо Обязательно Сделать Чистку Ввиду Того Что Это Уже Давным Давно Ну Одной Чисткой Вот эти Чистки на 3 дня И все остальное Вообще Ни о чем Выброшенные Деньги И подаренная Просто тупо Надежда Потратите Время Деньги Толку Не будет Я Обожаю Чистку Первую На 3 дня Вторая На 21 день Да Долго Но зато Очень классно И эффективно Есть масса Довольных Людей И есть Классные Результаты Это В плане Магии Далее Ну там Можно Предположить Что Можно сделать На любовь Можно сделать На отношения Вернее На любовь Я не собираюсь Варианты Своей работы Я вам Просто Рассказываю Что вообще Возможно Сделать Далее Самое главное Будет момент Это психология Выйти с этого Психологического Состояния Забыть Забыть Вы ее не забудете Это что Вам просто Сделать Амнезию Какую-то Бахнуть вас По голове Чтобы вы Забыли Прошлое Ну Естественно Что делать Никто не будет Значит Следовательно Ее надо Заместить Понимаете Заместить Убрать Не получится Ее просто Надо Заместить Значит Смотрите Если у вас Пол жизни Это игрушка Ваша Это любовь Значит Заместите Ее Другое Не сидите Дома Не пишите Эти писульки Выкладывайте В интернет И Испепеляете Себя Тем Что Вы просто Ненавистью Вы просто Сжигаете Себя Изнутри Пойдите Познакомитесь Сегодня Нет Завтра Завтра Лучше Послезавтра Лучше Почитайте Кому-то Стихи Сделайте Круг Займитесь Чем-то Отвлекитесь От нее Найдется Женщина Другая Тем более Сейчас На самом деле Женщин Гораздо Больше Чем мужчин Гораздо Больше Правда Хороших Таких Спокойных Ну как бы С этим Тоже Сложно Ну что Сами Виноваты Женщины Превращаются В охотницы А охотницы Значит С характером Зубами Там Какие-то Амазонки Прям Ну Большинство Психологические Амазонки Ладно Об этом Не будем Напишите Попробуйте Писать Не Не Проклятие Попробуйте Писать Поэмы Любви Тем более Это будет Всегда В моде Напишите Историю Несчастной Любви И Как говорится Закройте Это Прочитанная Книга Все Написанная Книга Закончите Эту Книгу Закончите Ее Писать В конце Концов Закройте И все Все Вы написали Книгу Все Освободите Все Идите К другой Книги Все Заместите Ее Замените А вот Барышне Я бы Рекомендовал Честно Говоря Как-то Вот Просмотреть Ее И если Что Почистить Если Захотите Ну Ей Не надо Писать Допустим Обо мне Она Не поймет Захотите Пришлете Мне Ее Фотографию А я Посмотрю Ваше Проклятие На нее Вообще Прицепилось Или Нет Если Для Очистки Собственной Совести Ну Могли Бы Заказать Ей Знаете Если Сожалеете Тем более Содеянным А я Чувствую Что Где-то Вы Сожалеете Нет Вы До сих Пор Злитесь Но Сожалеете Без ее Она бы и не знала Ну Во-первых Вы бы Очистились И Совесть Ваша Не мучила И я Вам Говорил Что Обратка Всегда Работает То есть Карма Работает Только Тогда Когда Человек Сожалеет О Содеянным Это Было В моих Роликах И не Один Раз Я Говорил А Вы Где-то Сожалеете Где-то Еще Хотите Насолить И Вы Как Говорится Как Тот Маятник Из стороны Надо Было Это Однозначно Но И Вам Надо Выходить С Низко Грегорных Групп Переходить Высоко Грегорные Иначе Вы Всю Свою Жизнь Просто Спустите Вот Так В Никуда В Эту Ненависть И Ничего Хорошего Ничего Хорошего Не Будет Поэтому В Любом Случа Эзотерик Психолог И Самоанализ И Работа Над собой Все Я Вижу Так Ну Как бы Можно Еще Там Много Чего Наговорить Ну Я Вижу Именно Это Так Так Нашим Моим Слушателям Зрителям Желаю Искренне Всего Самого Наилучшего Радости Благости И Семейного Счастья Искренне Ваш Виктан Всего Доброго